Всю схватку он находился под пристальным вниманием тренера, но этот выход на ковер для Андрея Кислова и Зульяновской не стал призовым. Золотой медалист в школе и отличник учебы в университете боролся за третье место в весовой категории до 97 килограммов. Но проиграл сопернику из Москвы. Честно признается, результатом недоволен. Я считаю немного на тренированности, потому что соперники попались очень опытные, постарше меня. Вот я считаю, этих нескольких лет мне хватило. Какие ваши дальнейшие планы? Что собираетесь делать после универсианы? Я считаю, также надо тренироваться, учиться, ну и развиваться в различных областях. То есть и в учебе, и в спорте ничего нельзя забрасывать, надо везде стараться успевать. Абсолютным чемпионом в категории до 97 килограммов стал Николай Хоменко из Краснодара. Несмотря на свою победу, он также остался не совсем доволен своим выходом на ковер. Спортсмен тренируется под руководством старшего брата. Совсем недавно Николай занял пятое место на престижных международных соревнованиях по греко-римской борьбе. Я каждую схватку на первых минутах проигрывал, потом только догонял уже. Надо убирать эти ошибки. Мы работаем, вот мой старший брат, это мой тренер. Мы будем работать, устраним все ошибки и идем к целям. Георгий Гагичаев вошел в тройку лидеров весовой категории до 82 килограммов и занял на пьедестале третье место. Студент из Северной Осетии. Занимается греко-римской борьбой последние 7 лет. Спортсмен давно обзавелся коронным приемом. Ну, бывает, нырок делаю иногда. Лучше всего получается. А так, в основном, в стойке терплю, давлю. Успели вы посмотреть город или вы все время боролись? Нет, вчера боролись. Позавчера приехали, отдохнули. Вчера тоже после борьбы приехали, отдохнули. И сегодня сразу бороться. Сегодня, может, пройдусь по городу, не знаю. Финальный день соревнований по греко-римской борьбе подвели итоги в пяти весовых категориях, а также объявили победителей командного первенства. Лидером в общем зачете признали Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. И Наталья Улова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.